От проектирования к реализации. В поселке Быра началось строительство газопровода. Для жителей пригородного поселка это большое событие. Скоро в их дома начнет поступать долгожданное голубое топливо. Можно совершенно точно сказать. Проект у нас прошел все экспертизы. Более того, получили разрешение на строительство и начали его реализовывать. Пока вот это время есть, примерно год это все займет сейчас, вы должны подготовить у себя, ну если вы хотите консифицировать свой дом, как правило частный дом, ему нужно сделать там подготовку, оборудование. Работа по подведению газа к поселку Пыра и Пырским дворикам это инвестиционный проект компании Дзержинскоргаз. Долго мы к этому шли и вот сейчас уже согласовав все земляные работы, со всеми владельцами коммуникации мы приступили к строительству. 29 ноября глава города Иван Носков и руководитель организации застройщика Елена Суслова провели встречу с жителями поселка, во время которой рассказали о ходе строительства. На сегодняшний день мы прокладываем газопровод по южной стороне трассы М-7, проложено порядка 700 метров, ну и работы планируем именно по этой стороне завершить до Нового года. Общая протяженность магистрали составит 7 километров. Согласно проекту, проведение газопровода до поселка будет завершено в 2022 году. В январе месяце мы будем выходить на конкурсную процедуру по выбору подрядчика для прокладки уже сетей по пыль. То есть в итоге эти два проекта администрации Дзержинскоргаза должны соединиться в единую сеть, то есть мы должны подключиться к той точке подключения, которую дала Елена Алексеевна. Вот как правильно Иван Николаевич сказал, это время займет по всем проектам у нас реализация 2022-2023 год. Чтобы подключение проходило слаженно и быстро, жителям уже сейчас необходимо начать активную подготовку документов. Помогут им в этом специалисты Дзержинскоргаза. Иван Носков поручил поселковой администрации организовать регулярные консультации населения с представителями компании по вопросам оформления заявок и проведения подготовительных работ по газификации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Патриотического движения Юнармия подвел итоги уходящего года и наметил планы на будущее. На сегодняшний день городской штаб объединяет более 200 юных дзержинцев в возрасте от 8 до 18 лет. Деятельность движения направлена на воспитание в подрастающем поколении активной гражданской позиции, инициативности, любви к своей родине. Помимо изучения теоретического, практического, юноармейское движение широко работает и в плане общественно полезных дел, и в плане изучения истории государства, краеведения. Очень широко развита туристическая подготовка, потому что любые практические действия, они связаны с выходом в лесные массивы, на природу, скажем так. На развитие организации Юнармия в городе в 2021 году было выделено около 1 миллиона рублей. По поручению главы администрации Ивана Носкова, в наступающем году эта сумма будет увеличена в два раза. Средства пойдут на закупку формы, туристического снаряжения, элементов полосы препятствий, а также на организацию больших армейских стрельб. Кроме того, Иван Носков, как начальник Дзержинского штаба Всероссийского движения, предложил возродить в общегородском формате военно-спортивную игру «Зарница». Во время встречи был утвержден и обновленный состав штаба. В него вошли представители Законодательного собрания Нижегородской области, депутаты городской думы, военнослужащие, специалисты Центра патриотического воспитания Отечества и координаторы школьных отрядов. С каждым годом вступление в ряды Юнармии привлекает все больше ребят. Планируется, что совсем скоро к движению могут присоединиться школьники из пригородных поселков, а также студенты колледжей и техникумов Дзержинска. Избрание нового председателя стало первостепенной задачей для участников внеочередного заседания Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинска. Заслуженный ветеран Нижегородской области Александр Мухин, ушедший из жизни в сентябре этого года, возглавлял городской совет более 9 лет и внес огромный вклад в его развитие. 1 декабря по предложению Валерия Чумазина на должность руководителя организации была выдвинута кандидатура полковника милиции в отставке, почетного ветерана главного управления МВД по Нижегородской области Марата Хасангалина. Марат Менигалиевич – коренной держинец. 27 лет своей жизни он посвятил службе в органах внутренних дел. О том, что такое работа в общественной организации, он знает не понаслышке. Марат Хасангалиев является заместителем председателя Совета ветеранов УВД города. Кандидатуру Марата Менигалиевича поддержали единогласно. На заседании Совета избрали также руководителя организационно-методического комитета. За работу этого подразделения долгое время отвечал Владимир Большаков. Он скончался в октябре уходящего года. Преемником Владимира Федоровича по общему решению членов организации стал Евгений Александрович Букин. В ближайших планах Президиума Совета ветеранов подведение итогов работы и разработка плана деятельности на следующий год. Состояние школьных столовых и пищеблоков Дзержинска находится на особом контроле главы города. Во время очередного визита Иван Носков проверил организацию питания в школах, а также обозначил приоритетные работы по их ремонту и технологическому оснащению на 2022 год. Определяем очередность, какие работы в первую очередь нужно сделать, какие можно пожелать на второй, на третий этап. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы за раз все отремонтировать полностью, зайти и сделать в школу. К сожалению, такой возможности на сегодняшний день нет, поэтому мы идем в плановом режиме на несколько лет. В 9-й и 22-й школах ремонт обеденных залов и пищеблоков, включая техническое переоснащение, будет проведен совсем скоро. На следующий год по поручению главы Дзержинска на эти цели уже выделено почти 10 миллионов рублей. У нас, конечно, есть определенные трудности, потому что у нас обеденный зал совмещен со сценой, будет полностью облагорожена сцена, а конкретно это и пол, это и ступеньки, будет замена окон, так как во время, скажем так, зимнего периода все-таки прохладно, потому что окна большие, выходят на обе стороны, поэтому было принято решение наполовину окна сократить и оставить только верхние фрамоги. В 20-й школе на улице Попова в уходящем году был проведен косметический ремонт пищеблока. Здесь покрасили стены и потолки, заменили смесители, в горячем цехе установили новую раковину для мытья овощей и фруктов. По словам заведующей столовой Анастасии Курешовой, в ближайших планах – закупка жарочного шкафа, кипятильника и обновление напольного покрытия. Замена, я так думаю, в зале требуется линолеума, потому что деток очень много в школе учатся, это как бы расходный материал. Вот очень требуется по новым нормам нам холодильник под овощи, хранение овощей и фруктов, чтобы не было каждодневных поставок. Напомним, в 2021 году в нашем городе стартовала масштабная кампания по ремонту социальных объектов. На нее была выделена рекордная сумма – порядка 150 миллионов рублей. Ремонт проведен более чем в 30 школах и почти в каждом детском саду. В следующем году ремонтные работы в учреждениях образования, культуры и спорта будут продолжены. 3 декабря в Международный день инвалидов детский оздоровительный лагерь «Город спорта» встречал участников и гостей открытого городского турнира по паралимпийской игре «Боча». «Боча-52» – это проект общественной организации инвалидов-колясочников «Параплан», который развивается в Дзержинске уже более пяти лет. За это время участники «Параплана» стали четырехкратными обладателями Кубка Нижегородской области по «Боча». А к игре с каждым годом все больше приобщаются не только люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но и все желающие познакомиться с этим увлекательным видом спорта. По своему принципу «Боча» напоминает керлинг, только играют в нее мячами, красными и синими, стараясь как можно ближе попасть к джекболу – это стартовый шар белого цвета. Для победы важно правильно рассчитать траекторию и силу броска. Участниками городского турнира стали люди с ограниченными возможностями не только из Дзержинска. К нам приехали спортсмены из Нижнего Новгорода и Чкаловска. Среди гостей мероприятия были глава города Иван Носков и депутат областного законодательного собрания, давний друг «Параплана» Александр Парамонов. Вследствие вас поздравляю с юбилеем, наслаждением, с юбилеем, с пятым же турниром. Уверен, что будет 10, 20 и 100. Мы будем совершенно точно сказать, что вы можете всегда рассчитывать на нас, на администрацию. Мы всегда поможем или вы нам поможете. Во время спортивного праздника участники смогли попробовать себя в турнире по дарцу, а также посмотреть выставку картины композиций, выполненных руками людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА